Сегодня у моей матери день рождения, у Галины Александровны. Ну, как вы знаете, я все знаю, не прощайся, она ровесница Победы. Сегодня ее как бы вызвали из заключения. Ну, утром я ее поздравил, ну и как бы, да, откнулась, говорю, все, отмучилась, отмучилась, ну и отмучилась она. Ее все-таки вытащили оттуда. Она говорит, а все, все нормально, все нормально, а что такого было? Ничего. Я говорю, а ты что, серьезно, серьезно, серьезно считаешь, что это было как бы, ну, по нормам, вообще, да, 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 все было нормально, все. То есть, ну, еще раз повторяю, то есть у нее вот это непротивление злу, оправдание любых преступлений дошло до такой степени, что она, ну, не просто внешне, как бы, говорит, ну, как бы чувствует, может быть, в себе какую-то слабость и отсутствие сил сопротивления какому-то, ну, и потому это оправдывает. Ну, она, в принципе, всегда они были такие, и в молодости тоже. Ну, может, ее вот так испугали вот этим, что сказали. Ну, она, как бы, подумала вот Робби, что, а ведь могут ее вообще не вытащить. Ну, вот она, как бы, в принципе, благодарна, что хоть как-то ее вытащили через пять дней. Не знаю, по каким они мотивам вытащили ее, но, в принципе, фашистское государство СССР, оно же, в принципе, человек здесь, как в любом фашистском государстве, ничего не значит. Главное, значит, цель какая-то или еще что-то. Ну, все принципы и все-все признаки фашизма и фашистского государства в России, в СССР, всегда присутствовали, сейчас особенно. То есть там есть много, ну, не буду перечислять, 7-8 пунктов. Ну, их можно расширить, конечно. Тут всем пунктом, как говорится, выполнили, выполнили план и перевыполнили план. И нападали на всех, ну, и всегда так было. И сейчас готовится, конечно, война. Ну, судя по этому, что сделать народу? Вот я себя так некомфортно здесь чувствую. Ну, потому что жить в фашистском государстве, это фактически сотрудничать с ним каким-то образом. А я не хочу участвовать в этом. Никогда не хотел. Поэтому либо ты здесь живешь и сопротивляешься, либо выезжаешь, либо тебя уничтожают. Другого пути абсолютно никакого здесь нет. Ну, народ тут продолжает как-то здесь пытаться существовать. Ну, они глубоко, конечно, совершают ошибку. Особенно молодые. Ну, особенно, как я был молодым, надо было быстренько. Быстренько себя исключить из рядов этого доблестного фашизма. Даже в Википедии, даже в Викитипедии вымарали вот эти признаки фашизма, чтобы явно не было ясно, что здесь происходит. В российской версии, конечно. Ну, и на Ютубе работают товарищи очень-очень хорошо и сильно. Ну, я говорю про старшее поколение. Мне просто вот это интересно. Опять же, сегодня, ну, опять мимоходом мы коснулись той темы, что недостает 500 миллионов, который, в принципе, уничтожил этот строй. Ну, фашизм, я же говорю, у него... Пусть гибнет весь муравейник. Нам нужно вот что-то там продвинуть, какую-то идею. А муравьи, в принципе, ничего не значит. Ну, и муравейник тоже. Ну, и ладно бы в семье, она хоть шепотом там мне говорила. Ну, ладно, я понимаю, там, да, все-все-все. Ну, а внешне там, ну, я боюсь, репрессий, и того-все-все. Так нет же, она и мне это внушает, и как бы говорит, что я не прав. И того это в нее въелось усиленно, что вот, как говорится, я думаю, что это действительно пошло оттуда. Вот с того, когда времени, что... С тобой тут шутить не будут. Ты думаешь, что ты родилась почастливой звездой, что ты родилась в хорошем месте, да? Мы сейчас тебя уже в заключении подержим на пять суток. Вот. Чтоб ты поняла, что ты тут, что тут куда ты, куда ты появляешься на свет. Чтоб в дальнейшем ты даже не вякала. Ну, они и не вякали. Все они одобряли. Ну, каким-то образом, конечно, ей делает честь, что она родила... Я даже не знаю, как с такими способностями могла родить такого человека, как я, передового, можно сказать, в плеяде величайших умов этой планеты, по крайней мере. Даже поражаясь. Но это делает ей, конечно, очень большую честь. Вот. Ну, много списывать можно, но зачем она это делает и нам, как бы молодым это все внушает? Я не знаю. Потому что, ну, тем самым она, как бы, вредит. Хорошо, ты выжил. Ну, я каким-то образом выжил. Ну, так дай совет молодым и говори, что быстренько, быстренько отсюда. Не верь, не проси, не бойся. И живи где-нибудь в другом месте и здравствуй. Потому что нам, в принципе, нужно продолжить себя в эволюции, а не тут, понимаешь ли, ко сьме ложиться за светлую идею. Даже за любую, даже за мою либеральную идею, в принципе, тоже не стоит ложиться. Но мы уже, как бы, с товарищем Панасенко согласны. Ну, сперва я, потом он. Ну, или, как бы, вместе, что надо уже оставить все, как и не мешать. Идет процесс саморазрушения с растающей скоростью. Он, эта лавина, неостановима. Ее нужно сопротивляться, ей бесполезно. Нужно отойти, стоять рядом. Пока эта лавина не пронесется, все сметая на своем пути назад, пока все это не уляжется, не самоорганизуется. А все равно же, я же говорю, эволюцию остановить невозможно. Все эти психи ненормальные, упоротые, они самоуничтожатся, останутся такие вот светлые умы, как я, допустим. Ну, и еще ряд. Вот, допустим, Латынина рассказывала. Вот возьми Латынина. Ее вот, она рассказала, как ее деда раскулачивали. Значит, уже у нее гены соответствующие нормальные. И поэтому, фактически, мы все равно выживем каким-то образом. Эволюция дело такое. Сейчас вот вчера смотрел про природу фильм. Что-то, до чего дошло, что слоны, слоны вот эти, которые в Африке. Ну, раз их убивают ради бивней, их популяция, их там сократилась до нельзя, она обитала всю Африку. Так они, эволюция сделала ход конем, ход слоном, даже ход слоном, вот так надо выразиться. И они стали рождаться без бивней. То есть, опа, и нету. И нет, за что их убивать. И, пожалуйста, вот они будут выживать таким образом. Ха-ха. И так везде происходит. Все равно эти упоротые коммунисты, из кабинного века, которые тщат упор на нас, не знаю там куда, в какое, какие бездны, все равно они постепенно, постепенно, как бы, самоликвидируются. И будет такой естественный отбор, более-менее. Начнет общество становиться чище, лучше, ну, и все такое. Даже вот эти коммунисты, товарищи, в Китае. Ну, вчера конкретно, действительно, идея хорошая прозвучала, что, ну, вот эти баллы системы, они ввели их, ну, взамен религии, потому что религия же для чего нужна, фактически, чтобы держать тебя под страхом, что не делает то, не делает тебя кто-то накажет. Ты должен быть наказан. Человек сам, как бы, настолько низшее существо, что без страха он не может нормально себя вести. А там это будут миллионы и миллионы камер, они стоят уже, и таким образом тебя, как бы, простимулируют. То есть кары там, ну, вы знаете какие, отсутствие нормальной работы, нормальных кредитов, вместо в школе, вместо там еще, отдыха, а даже билеты, даже билеты на сферу, просто я продавать не буду, если ты там себя зарекомендуешь с неправильной стороны. Ну, а если будешь себя отвезти, более-менее, то рейтинг твой повысится, и ты даже без налога сможешь кредиты получать. Ну, в принципе, да, вот это правильно. И тут мы подходим, опять, а не самосоциализм, коммунист сам себя уничтожает. То есть это же опять выделение, выделение тебя среди толпы, только по твоим полезным качествам. Опа, вуаля. То есть коммунизм сжирает сам себя. То есть все равно мы приходим к торжеству эволюции. Все равно низшие существа, которые срут под себя, гадят везде, вредят, эволюции не нужны фактически. Они будут меньше размножаться, меньше иметь каких-то прав, привилегий. Хотя коммунизм совсем про другое. все выровнять, всех нарезать. И тут они выбирают такое. То есть пришли как-то. Посмотрим, посмотрим. А я пошел. А я пошел за сиденьем. Вчера сиденье пришло, накатался вчера. Колени. У меня вечером колени болели. Ну, конечно, нагрузка на колени. Сегодня утром даже не бегал, решил отдохнуть. Убрался там. Ну, мать поздравил. И смотрю, биленье пришло. Надо идти. В бокс бери. Лежит моя посылочка. Моя посылочка. Ну, более-менее смогу не как лох. На ржавом китайском сиденье кататься. А более-менее. Но я не к тому, что я могу вообще без сиденья кататься. Если бы это было удобно и хорошо. Понты тут не нужны. Мне нужна. И смотрел вчера сумочки. Сумочки всякие разные. Очень нужна для велосипеда сумочка. Почему нужна? Потому что нужно положить ключи. шестигранники. Нужно отворачивать. Это значит, ключ на 15 нужен. Отворачивать колеса, чтобы шину поменять. Ну, проколотую, имеется в виду, заклеить ее. Нужна сумка. Нужна. Вот я приспособил на руль от очков. Вот она, в принципе, смотрится. Я нашел такую же. А вот которые на раму крепятся, они, соответственно, там внизу у меня идут тяги на переключение передач. И я, значит, они будут тереться. Ну, не могу ее туда поставить. Нужно только на руль. Вот так вот вперед. И под седло. Сзади. А вчера подумал-подумал, у меня так сколько идей родилось. А почему они вот не делают вот седло, этот штырь торчит. Почему не делают такую сумку, которая бы оборачивалась вокруг. А впереди же тоже есть место. Оборачивалась вокруг таким бубликом и вот таким тубусом. А вокруг была много-много можно разместить. Можно и насос туда поставить. Можно еще что-то. То есть для творчества там очень много места. Ну и вот это крепление, которое штатное внизу для бутылки, там еще для чего-то. Ну, у меня там стоит насос какой-то. Ну, конечно, я что-то особо аксессуаров не нашел. Там есть расширители на две планки. Слева-вправо. Но это тоже такое место козырное, куда можно много чего было поставить. Но пока я не нашел соответствующих сумок или, как сказать, кейсов. Вот такая фигня. А вот эти тяги, которые идут по раме, сейчас, говорят, их пропускают внутри рамы, они, конечно, очень мешают, ну, что-то там размещать. Да и вообще они как бы, они ржавеют, там, под дождем. Система не очень. Вот. Ну, внутри бы положили тросики нормальные. Нормальной длины и не было бы горя. И все такое. Ну, наверное, понастраивал я вчера. передний переключатель мучился. И задний мучился. И еще там он домой приехал. Еще посмотрел, что, оказывается, я его неправильно поднастроил, передний. Но с ним, конечно, он фиксируется слабо. Ну, не явно как-то он фиксируется. У него нет щелчков таких. Чтоб раз, два, три. А у него там что-то куда-то. Много-много, много щелчков, пока ты что-то переключишь. С ним, конечно, ну, ему можно оставить. Он все равно, ты пока крутишь-крутишь-крутишь, оп, переключилась. Все равно, пока ты не докрутишь, она не переключится. и дальше обратный же процесс такой же. Так что с ним нормально, с этим переключателем. Ну, вот, в принципе, все. Сейчас дойду, потом всю дужку поставлю. Сегодня опять жара у нас. Весо раздается сундровосека. Вот. Вчера жалко не было у меня камеры. Вот. Вот так вот по дорожке переползла такая змейка небольшая. Змейка такая, такая гладенькая. Коричневого такого цвета. Ну, наверное, какой-то ужик. Так вот он не мог переползти. Вот опять минус этих дорожек. Вот. Он вот так вот делал, 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 делал. И не двигался, короче, с места. Там немножко шелклон был. Я думаю, ну что, его задавят. Я взял палку и так его... Ну, осторожненько. Так, чтобы пинком. Осторожненько его кинул. И он такой радостный. Я говорю, туда тебе? Ага. Ну, я его туда, в ту сторону. Вот надо перейти. Так что вот эта фигня, вот эти дорожки, не только для людей мешают. Ну, я недоволен. Они еще для животных каким-то препятствием являются. Ну, не для всех, конечно. А вот для ужиков являются почему-то. Ну, может быть, другое место ему надо было выбрать. Вот. Ну, не знаю. Гладкая, по-моему, слишком сильная. Здесь, может быть, на бетоне у него не было бы таких проблем. Видно, и вот здесь механизм вот этот перемещения. Он рассчитан только на листву, на какую-то иголки. Ну, что у нас здесь находится? Вот на этом как бы хорошо, я думаю, рассчитан. Там может зарывается куда-то. Интересно, чем он питается? Не знаю, муравьями, наверное, рисуют? Чем? С жуками? Падалью какой-то? Не знаю. Вот. Вот такой вчера случай произошел. Камеры не было, а так бы был интересный сюжет. Много сюжетов пропустил. Вчера, в принципе, по время движения, как я грохнулся, это тоже было интересно самому. Ну, ничего, сегодня руку ободрал там только. Это о чем говорит? Что какой бы ты ни был, а каску нужно на бошку одевать, а у меня каски нет. Надо будет каску покупать, потом это, потом это, потом расхочется уже желание пропадет ездить. Как всегда. Да нет, желание-то не пропадет, что тут не ездить. Ну, что-нибудь тут, вот, боюсь с коленями. Если колени начнут как бы вылетать, страдать, то, конечно, надо будет себя ограничить. Не по 100 километров в день проезжать. Ха, шучу. Да никаких там стопчера не было. О, вообще закрыли. Закрыли проход. Нифига себе. Типа, типа, вот идите здесь. А где бывает лед. Это лед, это такая вещь. Я бы лучше там пошел. Не знаю. А где бывает лед. Воздух. Ну, где больше хвои, там, конечно, пахнет. Целебно. Люблю я, где деревья, конечно. Чем меньше зданий, тем лучше. Больше деревьев, наверное. Такой классный день. Спокойно. Завтра, может быть, дождь будет. Вот это кафе. Вот это кафе. Как-то раз едали. А мы едали, как вы едали. В наушниках играет такая музыка. У меня целый плейерис, такая спокойная. Классно. Мне жалко, ее передать нельзя. Как фон. Видео. В принципе, она добавила бы прелести этому. Эта площадь. Хорошо, народу мало. Ну, посмотрим, что смотреть. Так. Бля. Ну, фикси. Может быть, это и хороший мультик. Ну, вот это вот. О-о-о. Это, наверное, тоже. Ну, короче, смотреть нечем. Я хочу, единственное, что схожу, наверное, на Том Круза, на этот, лучший стрелок. Вот это я, наверное, схожу. Что-то я вот этого, этого здания не помню. То ли его не было, то ли оно было недостроено. Люблю такие места. Они такие современные. Кажется, что ты где-то в будущем находишься. Но ветер такой, что, наверное, придется музыкой заглушать. Порывы страшные. Конечно, хорошая, красивая архитектура, она не может не радовать. Она, скорее, даже радует. Молодцы! Ну, что я скажу, молодцы! построили, ну, в смысле, архитектор, надо узнать, кто он. Ну, такой ветер, что, ничего не может быть. Что самое интересное, самое неожиданное, сделаны уклоны вот в сторону вот этого водослива и там, и там. То есть, вода здесь должна стекать, что, я не знаю, здесь явное вмешательство какого-то чуждого разума не с этих границ. У нас не любят такие вещи делать. Да и не могут, собственно говоря, все эти уклоны, что это такое. Здесь вот это самая проблема, а вот этих крыш, крыш, то вода должна куда-то уходить. Надо все четко рассчитать, вымерить, нивелиром. Удивительно, удивительно, да. Когда-то я у себя в подвале на мажорной делал такие же уклоны, вода, в принципе, у меня уходила. Но я так толком и не воспользовался этим. Не знаю, стоит ли туда идти. Пойду к морю ближе. Заметите, благо здесь нету заморозков. Ну, может быть, бывает, но вот этой плитке приходится не сладко. Вот эта разморозка-заморозка ее просто убивает. В других регионах, конечно, так делать абсолютно бессмысленно, потому что ты получишь проблемы. Либо она, не знаю, что-то такое на пену, как я говорил, ее садить. Швы вот эти делать очень эластичные. Вот это решение сужения. Она должна потрескать, туда попадает вода. Ну, и все. Короче, за ней надо очень много ухаживать и делать максимально качественно. Я вижу, что уже некоторые швы начали обновлять, как в частности здесь. То есть, надо следить, следить, иначе получишь кучу проблем, кучу. очень-очень затратное как бы решение. Да я даже не думаю, что нужно было так делать. Может быть, полимером все-таки. Не с плиткой, не оберешься греха. Так отсюда и все. Это классно смотрится. Вот это отражение, конечно, конструкция. Ну, просто, просто отлично. Ну, здесь тоже происходит кое-какая борьба с природой, уничтожение леса вроде вот этого замечательного здания. А, это же, по-моему, лифт. А, да, это ты здесь будешь проходить и туда будешь спускаться. Ну, вот было так, стало так. Я думал, что это кафешка какая-то. Ну, посмотрим. Ладно, чушь. Вот, конечно, самое лучшее место для осмотра моря. вот, пожалуйста. Тут надо хорошую аппаратуру с передачей красок. Вот такой лифт. Ну, там будет обалденный вид, можно он там будет стоять, конечно, самое лучшее. Тут можно вот так вот провести целый день. Я думаю, что фиг надоест. Такой простой. Я внизу, конечно, не трогаю. Ну, что тут здесь себя представляет в принципе обрыв. Ну, да, тут не было этого заборчика, я помню, никогда, писаете, все было как бы нормально. ха-ха, да, загляну. Телефон урони. Ну, сегодня море спокойно. Сегодня море спокойно. Конечно, где деревья, где хвоя, там воздух совсем другой. Чуть-чуть пройдешь какое-нибудь строение, сразу же меняет. такой вот для чистителя. Инструкция мне не нравится. Сейчас я посидел, посмотрел. Ну, и что, вот проходишь, вот вниз. Во-первых, она какая-то узкая, можно было уже расширить ее. Во-вторых, нужно было сделать еще винтовую проход, лестницу или какие-то площадки, там можно было сидеть, кафешка какая-то, отдохнуть, потому что, ну, где такое еще сделаешь, чтобы вот так сидеть и смотреть на все, причем это уже место занято. Явно не рационально использую таких площадок. Ну, церкви как-то плохо поработали. Я бы здесь сделал намного по-другому. Более такую, во-первых, что-то современное надо было зафигачить. И, во-вторых, с смотровыми площадками. Что хотел сказать еще, что, в принципе, тот принцип, который разделяя властво, и так называемый, который приписывает всяким разным мудрецам, коммунистов, фашисты, конечно, взяли на вооружение, и даже в этом, в общем, в этом преуспели, ну, взять, допустим, нашу семью. Они, чтобы властвовать над умами моих детей, разделили нашу семью, фактически, оторвали меня от них, их, от меня. Они не могут как-то скорректировать свое мышление, свои навыки, свое умение, свое мировоззрение, что я им могу передать. Ну, полностью от меня как-то по щелчку пальца отказались. Фактически, я не ставлю вину такая-такова жизнь. Ну, я тоже, если меня не ценят, если меня не как-то не приветствуют, то не буду настаивать, что ли, как-то обращаться и ломать. Сперва, конечно, это мне было очень обидно и очень неприятно. Ну, допустим, младшая моя, когда я ей, она не хочет с папой быть, с передовым, так сказать, авангарди, прогресс и все остальное. допустим, я передал ей криптовалюту дигибайт. Она так отнесла к нему все равнодушно и потом не раз высказывалась, что что это такое пренебрежительное и в такой извительной и смехотворной форме, что я развел руками и сказал, как обычно, ну ладно, а что я могу сделать с этим? ну вот так вот фактически, что могли бы, могли бы, опять же, да, быть как-то впереди, опираться на опыт своих родителей даже, или еще, ну как бы быть одной семьей, но нет, видимо, фашисты-коммунисты и коммунисты-фашисты в принципе одну и ту же разделили и им вставят загрязнили мозги какими-то своими идеями ну для того, чтобы сдержать их, так сказать, в ромах, в повиновении и они слепо следуют ихним указаниям привалять на своих родителей, на их доводы, опыт, аргументы, выводы жизни ну и фактически и остались пока на сейчас по крайней мере без денег, без дигибайта. вот я хочу сказать, что он не один воевал, ему не помогали, а он был один из. Если бы так сказать не в пределении, а вообще-то начало войны естественно они начали на стороне Гитлера и вместе с ним воевали и был парад совместный в Польше, то потом они, как говорится, два строя рассорились немножко, то есть один понял, что этот зверь съест этого зверя, ну то есть тот зверь сильнее, но он не встается уже зверем. Никаких побед без американского Ленд-Лиза и без войны Америки с Японией у нас бы вообще не получилось. Ну, кто его знает даже. Я же сейчас уже дошел до того, что уже не знаю с такими делами, а хорошо ли, что так все произошло. Ну, тут ответ уже не очевиден. то есть если бы, наверное, народ все-таки восстал против тирании Сталина, то, может быть, Америка бы поддержала, ведь она, в принципе, могла, да и сейчас наверняка может, всегда имела возможность безнаказанно разгромить всю эту страну, но народ ей было жалко, вот такие гуманные цели, ну, тогда вот это привело все к рождению Китая, к его становлению, и всего такого. То есть если бы не было Сталина, то не было бы Читая, соответственно. То есть история пока очень такая сложная, очень непростая. Всего приходит понимание, переосмысление, ну, фактически, то есть скрываются факты, а факты невозможно скрыть, как бы их не сжигали документы, как бы их есть еще сопоставления, есть народная память, есть свидетели, и сейчас все это скрыть, ну, я не знаю, как у них это получится, вот они хотят молодежь фактически переделать на свой лад, то есть отбить детей от родителей, чтобы родители превратились в таких Павликов Морозовых, которые сдают, предают их, которые восстают против родителей, ну, я тоже восстал фактически, против, я рассказывал, что у меня родители пропагандируют покорность, несопротивление, и еще даже помощь злу, оправдание рабовладения, оправдание всех этих поступлений, все это они как бы пропагандируют и, ну, в себе лелеют, и слепо следуют этому. Смотря к чему восставать, то есть надо всегда быть, есть две стороны, на правдивой стороне, и на, как говорится, на темной, на злой, то есть правда и зло, ну, не всегда, конечно, если серая и белая, всегда черная и белая. Вот. Но все равно правда всегда одна, факт есть факт. Когда он случился, его уже стереть, как ОРЛ писал, можно, конечно, пытаться, можно пытаться, но мне кажется, по себе дороже. То есть, опять же, когда я сказал, что криптовалюта, ну, понял это и стал это всем досносить, что это как бы такая бунтарская тема, это вот сопротивление злу, покорности, рабовладения, что у меня не было такой возможности, а вот у моих детей уже с малолетства ну, ну, есть возможность хоть какую-то криптовалюту приобрести, чтобы в дальнейшем, в дальнейшем иметь деньги финансовые на обучение, на сдол, на путешествия, на какие-то, ну, и вообще, вот эта вся тема, что, получая, конечно, даже доллары, как они ходят и лелеют, они через несколько лет превратятся, естественно, их накопление в ничто, вот, что можно наблюдать, насколько даже доллар, доллар, и то в десятки раз обесценился за небольшой провизжуток времени, то есть вся та же тема, что работая, вкладывая свой пот, труд, возможности творческие и получая за это вознаграждение в виде каких-то бумажек нарисованных, вас фактически держат за рабов, вам вообще ничего не платят, то есть это никакая не оплата труда и никакое не накопление, только, естественно, то, что нам передовые люди в своих произведениях, ну, в частности, Артул Кларк, я так понял, уже все это преподносил, вот, что я пытаюсь достучаться до каких-то отделов мозга, ну, все пока понапрасну, пока я не достиг никакого успеха, побеждает, к сожалению, зло в виде школы, профессоров, образования, ну, вообще, вот это все пропаганды, системы преподнесения новостей, информации, то есть туда не допускается, ну, все это я уже рассказывал, как происходит засирание мозгов населением, то есть одни факты искажаются или вообще замалчиваются, а несуществующие факты соответственно преподносятся, ну, а кто это делает? Это делают пропагандисты, естественно, и им за это ничего не будет, им сказать, как сказать, им за это никакой ответственности не несут и наказания за это им не будет, иначе бы они этим не занимались, то есть кто-то им дал кант-бланш и сказал врите как хотите, делайте что хотите, вы ни за что отвечать не будете, если бы они отвечали, значит, соответственно, этого бы не было Видимо, суды и вся система поставлена в известность и заточена на то, чтобы не трогать их Вот так вот работает Вон идет тетка с собакой Сейчас, конечно, собака побежала ко мне, начала мою ногу там нюхать, лизать Я сказал, что мне это не нравится Она, естественно, разговаривает по телефону Мне хотя так подошла, ну и дальше То есть она всех Ну, может быть, действительно хорошая система китайская Ты бы стояла, где-то здесь камера Она бы сняла, что ее собака занимается вот такой херней А она, наверное, не один А люди возмущаются У нее был как в пиндюре ли бы что-нибудь В принципе, что, в милицию обращаться, кому-то там наказывать Ну, это как-то страна А так бы автоматически Хорошая система, в принципе Потому что, в принципе, я вижу, что люди, ну, такие полуживотные фактически еще То есть наблюдая за жизнью на земле Я еще хочу делать вывод, что разумные существа здесь проживают Ну, недостаточно разумные, потому что, может, они и разумные, как я говорю Ну, в каком-то плане, обслуживают себя У них есть какие-то инстинкты Они реагируют на солнечный свет На какую-то жару, холод, болевые ощущения Ну, на ЦДИПСУ, потому что это еще до них всяко далеко То есть они ни себя не хотят не исследовать Ни окружающую обстановку вокруг И окружающую их среду, так называемую Вчера произошел этот случай в Казани И я не знаю, не мог удержаться Долго ржал Тут тот товарищ, который натворил там делов Фактически объявил себя, ну, прям, Богом То есть я уж не знаю, как это происходит Ну, смешно просто Да, либо ФСБ захотел устроить Ну, опорочить, так как я себя обозначил Богом Но я-то хочу, не собираюсь кого-то наказывать Или вмешиваться в это дело Если, конечно, земляне пожелают Я могу нарисовать им план Обозначить как лица направления Создать коалицию таких передовых мыслящих людей Вот все это сделать можно Ну, просто смешно Что, как бы, странно, да И тоже в теме странно Видимо, все-таки здесь какая-то связь есть И я, и это, что Я-то, в принципе, уверен, что все теракты, которые были На территории России, начиная там с 90-х годов Это все устроило ФСБ, естественно И взрывы домов, естественно И школы, и Норд-Ост И это, в принципе, подтверждает Это все подтверждено И даже по логике это, как оно и есть Для начала Чеченской войны Для самоутверждения Для, ну, много у них там всяких разных Мотивов Спецслужбы таким образом Самоутверждаются Приводят все население в такую покорность Сейчас, Христо Грозев Я видел интервью Ну, то есть, там много можно смотреть Что не только здесь, на территории России То по всей Европе Они Свои щупальца И спецгруппы, которые там и травили И взрывали, и убивали И все, что там хочешь И они настолько тупые Настолько, естественно Непрофессиональны Что отследить их очень даже легко Так что, если где-то какие-то Происходят случаи То тут вопрос Как бы однозначно На него ответ Вот такой Что делать? Что делать? Через хорошие, добрые дела Коммунисты с фашистами не будут Они не могут Никак больше действовать Только подкуп, шантаж Фальсификация Чем сильнее ложь Как сказал Гебберс Тем она правдивее Ну, все в таком духе То бишь Когда взорвали дома на Коширке Я, выпучив глаза Был непонятно Как это Путин Не уходит в отставку Я просто Я, как бы Это было правильно Ну, единственный выход Оказывается Ну, естественно Вот почему Ну, как бы Это можно было И раньше догадаться И не надо было Каких-то Хрисдогрозевых Раз что-то происходит А они за это несут Какой ответственности Значит 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 Ну, спросите вы А не боишь ли ты такие Видео писать Вообще во всем Да, конечно В принципе Вообще Я так понял Человек Это Так сказать Если я могу представить Набор вот таких вот Так сказать Сосудов С гормонами Их там тысячи И все это можно смешивать Коктейль И они все время Как бы Впрыскиваются в организм Для поддержания Его жизнедеятельности И какой это будет Коктейль Все зависит От окружающей Обстановки А когда я сам себе Ну, рассказываю Видимо Подсознание Делает не очень Хороший коктейль И портит Мое, конечно Здоровье Давление повышается И сердце И естественно Вот этот вот Первобытный Животный страх И все вместе Ну, разум Разум мне говорит Что Либо это надо делать Либо это будет Выгоднее для меня Потому что я могу И себя предупредить И окружающих Предупредить И своих детей Ну, или кто В принципе Хочет прислушиваться К словам разума Смысл Находить в жизни И не быть муравьем А быть, так сказать Ну, каким-то Божеством Может быть Наравне Наравне Найти в себе Бога В хорошем смысле слова Сейчас это, конечно Слово В связи с этими Дискредитировано Уж не знаю Совпадение это или нет Найти себе в Бога Ну, да А? Как вам? Китайские ребята Что прислали Какая красота С дырочкой Все как положено Тут стрелка еще куда-то Показывает Короче, будет вот такая Чудо Вот такое Сегодня еще одна посылка пришла Не знаю Надо будет потом сходить Сейчас уже устал Сегодня день посылок Ну, я думаю Будет шикарно смотреться Шикарно Только вот этот подвес Не шикарный Ну, ничего Как-нибудь Как-нибудь А может быть и никак Может быть придется еще и подвес его Поменять Ну, короче, как всегда говорят Что нужно вставить в вертикаль Ну, тут еще можно вперед-назад Ну, пока в ноль поставил Ну, знаю Вперед-назад Как регулировать Ну, а че Простенькая Со вкусом Банальность Скажу Конечно Можно было Эту вот Фирменную поставить Ну, и это пошла И ничего И труба Такая пошарка Ну, и че Главное, что я Себе колени вчера убил А сегодня я С целью Ну, вот Такую покупку Послали С целью Восстановить свой Коллаген Рулечком Рулечком Буду я везть Рулечком Рулечком